Хм, куда бы отправиться? В Бейджинг? А может быть в Прагу? Или в Атаву? Или в Нью-Йорк? Ведь в Нью-Йорке исполняются все мечты. Как дела, мой друг? С тобой до воды мы тут выбираем, куда же мы полетим. Но, скорее всего, судя по чашечке, мы летим в славный солнечный город, в столицу плова Ташкент. Именно такой микс у нас сейчас забит в нашем кальяне Мэтт Пир. Да, ты все верно понял. Ташкент. Я сейчас буду курить Ташкент. Бесславно. Так вот, к чему я? Давайте сейчас коротко и ясно пройдемся, а может даже и протопчемся. А может даже и пробежим по табаку Зенью с их новой линеечкой. Миксов. Города. Сити-микс. Это можно будет назвать. У меня здесь есть Нью-Йорк, у меня есть Оттава, есть Прага и есть Бейджинг. И это тот самый случай, когда Такой убогий дизайн. Но такая прикольная идея с такой не очень крутой реализацией тебя поражает. По аромке, по жаростойкости, по консистенции и в целом по табаку Зенью все отлично. За исключением, конечно же, дизайна и, наверное, реализации городов. Потому что ребята вроде бы придумали круто, здорово. Прага, Бейджинг, Ташкент, да, там, как я знаю, у них сейчас там еще будут парочку новых городов. Типа, наверное, Москва, возможно, Душанбе, возможно, наконец-то, Астана, ой, Нурсултан и так далее. Круто, но реализация немного, по-моему, подкачала. Почему? Потому что вкусы никак не связаны с городами. То есть, да, допустим, Прага, она никак не связана там с какими-то особенностями города Прага. Допустим, Нью-Йорк не пахнет бомжатиной, не пахнет мусором, не пахнет канализацией и наркоманами. Это просто какой-то сладкий, вроде бы ягодный вкус. Плюс Ташкент не отдает пловам, не отдает вот этой восточной теплотой и солнечным городам. Нет, это просто лишь название, что очень сильно расстраивает. Но, в целом, табак оказался довольно-таки хороший внутри. Давайте-ка немного вспомним, что такое Зенью. А Зенью я познакомился довольно-таки давно, и мое знакомство было не очень приятное. Я был очень зол, потому что бокс, который они прислали, он был просто доверху забит дохой, либо перемолотым, просто в щепки табачным листом. Этот бокс транспортная компания сломала. Все это рассыпалось в пакете. Было не очень круто. Но были крутые баночки в виде консерв, привет северный, привет еще какой-то далекий сирийский табак. Покурил. Было по крепости среднее. Что же мы ждем здесь? Здесь мы в первую очередь видим акцизный продукт, маркированный продукт. А у меня здесь просто не для продажи. Поэтому здесь нет ни акциза, ни маркировок. Но ты в магазине это уже можешь увидеть. Крутую, в принципе, миксовую консистенцию, миксовую, так сказать, экспозицию. Миксовый завершенный вкус. Когда ты просто берешь и покупаешь любой вкус, тебе нужно, конечно, немного переосилить себя с этим дизайном. Дизайнеру бы руки оторвать просто. И ты пробуешь и понимаешь, что... Довольно-таки неплохо. Довольно-таки хорошо. Довольно-таки приятно. Но по сравнению со старым The New крепость стала немного ниже. Она стала а-ля Daily Hook'a по консистенции, сиропистости. Привет, Daily Hook'a. Я даже больше чем уверен, что это именно по сырью не отличить от Daily Hook'a. Давайте просто откроем Прагу, и ты можешь увидеть этот пакетик от компании Daily Hook. Один в один. По аромке примерно то же самое. По жаростойкости нет. Вот здесь вот маленькая такая поправочка. Хочешь его хорошо раскурить, чтобы он раскрылся как положено? Будь добр, не жалей углей и наберись терпения. Потому что табак хоть и легкий, хоть у него и прозрачное сырье, он жаростойкий. По жаростойкости, наверное, чуть-чуть он не добежал до известного жаростойкого табака Элемент. По аромке все здорово. Держится более-менее нормально, курить можно. А почему я так его сейчас здесь расхваливаю? Потому что я обычно табак оцениваю по качеству и по его цене. То есть за 130 или 150, короче, до 200 рублей, за 40 грамм акцизного маркированного табака, я считаю, охуенно. И меня в этом не переспоришь. Я вот прям 100% уверен в этом. Во время курения ты куришь комфортно, во время курения нет посторонних ароматов, во время курения вкус остается довольно-таки чистый. За исключением, наверное, личной неприязни к некоторым вкусам, которые есть, к некоторым ароматам, которые есть в данном миксе. За что я, в принципе, не люблю почти все миксовые линеечки. Потому что вроде бы два вкуса топовых твоих любимых, но они в эту банку, в эту кашу добавляют твой самый нелюбимый аромат. И ты такой думаешь, идите нахуй. Короче, коротко и ясно вроде бы должно было быть, но я что-то немного распизделся, как обычно все это происходит. Давайте же, наверное, как-то решим с табаком за нее быть ему на рынке или не быть. Конечно же быть, потому что он хорошо продается. Его вроде бы как начали люди покупать, с ним знакомиться, потому что продукт полностью переработанный и очень-очень хороший. Но это еще не все. Ребятки сейчас полностью будут менять, скорее всего, дизайн после обзора, потому что дизайн говно, ребят, надо менять. Соберитесь, наймите дизайнера адекватного, который вам прикольненько отрисует ваши города в каком-то более мультяшном стиле, в каком-то графическом стиле, а не фотографиями со стоков. Еще плюс какой-то накинут на него сверху слой какой-то картинки и какое-то непонятное наложение сделано на этот слой. И получилось просто каша. Поэтому, ребятки, меняйте дизайнера, либо дизайнеру скажите, ебать давай ебашить, охуенно. Так что это The New. Всех люблю, всех целуюсь. Напомню о том, что его RRC довольно-таки дешевая. Поэтому зайдите к ним в аккаунт The New Tobacco и посмотрите, где они могут продаваться. И потратите 200 рублей, покурите этот продукт и поймите, слушать меня или не слушать. Потому что, как говорится, на вкус все фломастеры разные и мы с вами не одинаковые. Кому-то нравится, кому-то нет. Но когда продукт, чтобы его оценить, тебе потребуется 150-160 до 200 рублей, я думаю, оно будет того стоить.